Это программа «Мой район». Сегодня мы говорим об уникальном для России сервисе перевозок по требованию по пути и о комплексном развитии Тенао. У нас в студии жительница Тенао Светлана Калмыкова, историк Александр Васькин и еще одна жительница Тенао, народная артистка России Ольга Тумайкина. Светлана, Александр, Ольга, приветствую вас. Здравствуйте. Ольга, как давно народная артистка живет в Тенао? Уже 15 лет. Почему такой выбор? Там, где я сейчас живу, в Троицке. Мне слишком нравится все там, начиная от воздуха, которым я дышу. И как-то так получилось, что очень талантливо распределено в пространстве все. Деревья, дома, старые и новые, храмы старые и новые, пруды, дороги, магазины. Даже когда они точечно вырастают где-нибудь, они все равно не нарушают какой-то своей драматургии, так называемой. Мне это все очень по душе. Опять же, есть чем сравнить, я многое езжу. Я буду там жить всю свою жизнь. А вот за 15 лет, которые вы там живете, 15 же, правильно? Что изменилось? Новое время и скорости появились. Я помню, как те же 15 лет назад, если вдруг почему-то сгорел фонарь, он долго будет этим наслаждаться. И тот, кто придет на помощь, чтобы вернуть свет, он потратит какое-то количество дней, может быть, недель, чтобы дойти и поменять новую лампочку. Я не утрирую, так было. Сейчас все иначе. И мне нравится, потому что я сама существую очень быстро. Моя профессия такая, это мой внутренний темпоритм, у меня такой темперамент, у меня такой характер. И поэтому все это совпадает с моими ощущениями. И это всего лишь какая-то деталь, я отвечаю вам на вопрос. Но если и дальше перечислять, то там очень много больших плюсов. Там, откуда я начинаю свой путь из моего дома, мне нравится эта зеркальная поверхность. Так выглядят дороги, которые меня встречают, когда я, например, еду в театр или там я предпринимаю какое-то путешествие, связанное с другими делами. Светлана, а вы ведь как раз, если я правильно понимаю, работаете в организации, которая занимается дорогами. Да, я 20 лет в дорожно-строительной отрасли. Ах, вот оно все! В том числе и в финал, да? В том числе реконструкция Калужского и Киевского шоссе частично выполняли те организации, в которых я работала. Я просто две организации поменяла. Сначала в одной, теперь в другой. А вы пользуетесь вот этим сервисом, про который у нас был сюжет, по пути? Пользуются мои дети, взрослые дети. Дочь просто в восторге от этого сервиса. Я, честно говоря, вот до сегодняшнего дня не знал, что существует. Очень удобные. Великолепные маршрутки. Причем такие, знаете, современная смесь маршрутки и какого-то такого лайнера, маленького лайнера. Да, но фактически это ведь такси, да? Да, да, да. Просто сам заказываешь. Все очень просто, все очень удобно. Загрузил приложение, привязал к нему банковскую карту, вызвал. Очень удобно. Вы сколько, 10 лет, да, по-моему, живете в Тенао? 10 лет. Вы тоже, как и Ольга, автомобилист? Да. Понятно. То есть общественным транспортом вам не приходится пользоваться? Нет, нет, мы ездим, конечно, общественным транспортом. Иногда это даже удобнее и быстрее, учитывая, что новые шоссе содержат выделенные линии для общественного транспорта. Иногда это даже быстрее и удобнее, чем на своем автомобиле. Да, я слышусь. Я тоже пользуюсь. Да? Да, конечно. А электробусы тоже есть? Есть. Большой парк открыли электробусах в Красной Пахре, и сейчас практически все ходят электробусы. Это поддерживает экологию, это здорово, потому что воздух там действительно великолепен. Ольга, я понял, как раз за экологию. Вы так пропедалировали насчет деревьев. Я так понимаю, что для вас эта тема... Это важно. Да. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво. Да. Уж сочтите это как комплимент. Это так. Это очень зеленые улицы, это очень старые деревья, это очень юные деревья, которые подкреплены с обеих сторон специалистами, чтобы они не завалились от ветра или от какой-то другой напасти. Это так бережно все устроено. Я ведь приезжаю ежедневно, я вижу, как это. Эти колышки, эти ленточки или там бечевки или веревочки с тем, чтобы это молодое племя набрало какой-то свой сок и силу, а потом можно будет освободить их от этих тинет, и они будут дальше расти и наслаждаться нами, а мы ими. Вот я услышал здесь очень знакомое название «Красная пахра». Да, действительно, это поразительное ведь место. Там жил весь цвет, по сути, нашей отечественной культуры. «Красная пахра», «Остафьево», «Переделкино поселок». «Советский писатель». Да, «Советский писатель». Вот эти названия, и все находятся вот на территории вот этих двух округов. Я даже не знаю, есть ли еще такие примеры, вот чтобы вот так вот, знаете, рядом округа, в которых сосредоточено столько интереснейших памятных мест. Вот даже если мы берем «Красную пахру», я вспомнил историю одну, вот тоже связанную с дорогами. Ведь изначально этот поселок «Красная пахра» очень тяжело набирали туда этих пайщиков этого кооперативного поселка. Не у всех есть деньги. Как так получилось-то, что вроде писателей поселок был заявлен, «Союз писателей» организовал, а там в результате, там же и артисты, и музыканты. Ну там, Эльдар Рязанов там, например, жил, да. Зиновий Герд, например, тоже. Там Мария Миронова с Александром Минакером. Матусовский там написал стихи к своим знаменитым подмосковным вечерам. Он как раз писатель, да. И вот Юрий Нагибин был избран председателем кооператива на короткий срок. И он установил шлагбаум там, потому что через этот поселок ездили все, кому не лень, в какой-то соседний санаторий. И подняли такую бучу. Вот. Дошло дело до Порткома Союза писателей. Ему пришлось убрать шлагбаум, потому что, оказывается, он не имел права устанавливать шлагбаум, потому что это мешает остальным советским людям. Вот к вопросу о дорогах. Сейчас, я думаю, таких проблем нет уже, да, когда дорога через поселок, это единственная как дорога жизни для всех остальных. Это поразительная, конечно, территория, которая вот так оснащена дорогами такого уровня. И мне вспоминается, что по Калужской дороге Наполеон-то отступал. Наверное, сейчас бы он бежал еще быстрее. Кутузов сделал так, чтобы французские войска направились как раз в сторону Рязанской дороги. Куда вы это знаете, Ольга? Ну, там живет же Ольга. У нас случай особо произошел. Я даже сняла сюжет. Вы упомянули сюжет. Давайте посмотрим его. Зрители заинтриговали. Давайте посмотрим. И вот это место для нас, для моей семьи. Нам оно интересно. Это место в Троицке, в Красной Пахре, где стоит памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову. Началось все с того, что когда мы впервые здесь проезжали, я спросила, а кому этот памятник? Прошло немного времени, уже дети мои говорили, мы знаем, знаем, кому этот памятник. Это памятник фельдмаршалу Кутузову. Что установлен он был в преддверии 200-летия Бородинскому сражению. Что там, в Красной Пахре, находился военный штаб фельдмаршала. Что именно здесь Кутузов осуществил свой знаменитый маневр, вынудив французов пойти по Рязанской дороге, перекрыв тем самым им возможности и пути продовольственным складом, боеприпасом и так далее. Мне вообще нравится, что в Троицке, слушайте, соседствует величественное вместе вот с таким очень обаятельным, уютным, домашним жизнеобеспечением. Вот именно это сочетание, оно мне, оно мне очень нравится. Так что вот этот маленький сквер с памятником Кутузова одно из наших любимых интересных мест в Троицке. Спасибо вам, Ольб. А, Светлана, вы знали эту историю про Кутузова? Да, я читала. Мы когда переехали в Троицкий район жить, ну, я как человек образованный, естественно, не могла упустить такую возможность. И читала историю, читала историю города, и очень удивилась, что там много, оказывается, институтов, что очень много достойных людей живет. Вот мы развязки видели, в сравнении с этими развязками. Как давно они появились? Вы же как человек, который имеет отношение к дорогам. Скажем так, последние 10 лет активно идет строительство дорог. И метро ведь появилось, да? Причем 4 ветки будут сходиться в коммунарки. Это вообще замечательная новость. Мы когда об этом услышали, я вот как человек, который там живет, очень радовалась. Потому что добираться становится до центра города еще быстрее, еще удобнее, еще проще, меньше пересадок. Это здорово. Вообще тот транспортный каркас, который создается, это мощный очень каркас, и будет еще удобнее жителям добираться. Александр, я так понимаю, что Троицк раньше был наукоградом, да? Да, но я думаю, сейчас сохраняя свой научный потенциал. Ведь еще до войны началась эта история Троицк как научного города. Когда первые упоминания Троицка вообще возникли, как населенного пункта? Вообще первые упоминания вот этих населенных пунктов, и Троицк это не город, там это село было вначале, они относятся еще к духовному завещанию Ивана Калиты, 14 век, да, там и Дмитрий Донской. Ведь это очень интересные документы, кстати говоря. Они подтверждают нам фактически, да, как от одного князя передавалась земля к другому. Ну, это отца к сыну обычно, да, в чем была суть этого завещания духовного, да, что отец делился с сыновьями. И до сих пор спорят, между прочим, где была граница Смоленского княжества и Ростова-Суздальского, и не проходила ли она как раз по территории, вот о которой мы сегодня говорим. Да, и Троицк это уже упоминается где-то в веке 15-16. Светлана, возвращаясь к дорожной теме, которая вам близка и понятна, я просто смотрю фотографии, там велодорожки. Как давно они появились? И много ли у вас их? Это тоже веяние последнего времени, последних, наверное, 8-7 лет стали появляться велодорожки. И сейчас это все активнее, потому что стали активно пропагандировать здоровый образ жизни, экологичный транспорт. Люди стали активно, учитывая наш действительно воздух прекрасный в Тенао, люди стали активнее пользоваться велосипедами, поэтому появилась такая потребность. Теперь это практически везде, и даже я знаю, что переходы и путепроводы делают с учетом велосипедных дорожек. То есть это опять новое время, нового времени. Тенао не только образцовые дороги, образцовый воздух, но и образцовые там жители и граждане. Мы после рекламы продолжим разговор о развитии Тенао. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...